МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому из нас в детстве не говорили, ну, сколько можно играть? Нет, ты прекратишь эти игры, когда ты станешь серьезным человеком. А вот, к примеру, наши сегодняшние гости. Это Андрей, Мила и Стас только и делают, что играют. Работа у них такая. И, соответственно, называются они. Иронично фееричный бурлеск под названием «Группа Игра Слов». И сегодня они с нами. Лето, солнце, море, пляж. Лето, солнце, море, пляж. И мы летим, летим на банане, если нас с тобой накрывает волнами. Если по телу лету музыка света, значит, добро пожаловать в лето. На банане, на банане, ау, накрывают волнами. Ау, пьется музыка света. Это лето, лето, лето. Мы сразу определимся, что готовить мы будем то, что нам назвали ребята. А именно, Мила, озвучьте. А это будет такой у нас некий импровизированный гастрольный домашний выходной завтрак. Вот вы, как единственная очаровательная девушка в коллективе, скажите, кому из этих двух мужчин, Стасу или Андрею, вы бы доверили все-таки приготовить вам завтрак? Ну, или хотя бы ужин. Компрометирующий какой-то вопрос. Да что же вы все компрометируете? Садитесь, нас поругайтесь. Ну, нет. Мне правда интересно. Я бы себе жила практически 6 лет уже спокойно. Ссор. Жила себе. Тут королева бурлеска, пожалуйста, внесла яблоко раздора. Я думаю, что сегодня мы будем делать все вместе и разделим обязанности, и все вместе приготовим что-нибудь. Ну, а кто вообще, в принципе, готовит хотя бы так, может быть, рождество? И все-таки Мила, я не знаю. И все-таки вернемся. Нет, ну правда же, есть мужчины, которые это делают. Нет, нет, нет. Я знаю, что Стас, например, прекрасно варит язык. О, ну. Со специями, все как положено. Он очень профессионален. Это, да, действительно так непонятно, откуда Мила об этом знает. Нам нужно разбить два яйца. Я думаю, Станислав сделает это мастерски. Да, Станислав действующий. Мне кажется, я должен прибегнуть. Стас, как можно, можно раздать. На яйцо, как будто он хочет разбить его усилием боли. Представляете, было бы очень хорошо. Да, это бы подняло рейтинг нашей программы без условно. Собственно говоря, и группа, и Стаса. И Стаса лично. Да. Давайте доверим, к примеру, перемешивать уже Андрею. Андрей, тщательно, чтобы не было комочков. Да, мы проверим. Мы постепенно будем добавлять. Иначе будут штрафные санкции у нас. А для чего мы так аккуратно разбивали яйца, если их все равно пришлось... Ну, я не знаю, зачем вы это так... А есть же специальные приспособления для размешивания. Так, сверху. Задаю самый оригинальный вопрос в мире, который еще никогда не слышала группа «Игра Стаса». Почему вы написали песню про Алину Караванову? Нет, это был второй оригинальный вопрос. Нет, вы знаете, что я относительно названия вашей группы... Я вижу удивление в глазах, вас еще никто об этом не спрашивал. Да, название группы. Какие были еще варианты? Вот что я хотела вас выяснить. Это замечательный вопрос. Да, да, да. Главное, что редкий. Замечательный вопрос. У нас было очень много вариантов. Дурацкий вопрос. И такой же дурацкий ответ. Так еще нет ответа. Подождите, вы дайте ответить человеку. Ну, вот. У нас был целый перечень. Первое название было «У нас только один хит». Да. Дело в том, что мы написали песню еще до того, как придумали название группы. То есть песня появилась сначала. Сначала было слово. Да, да, да. Ну, все как поется, в общем-то. И было логично назвать. Потому что у нас действительно была песня, и она была хитом. И такое юмористическое название. Как бы у нас только один хит. Извини, Андрей, прошу обратить внимание на то, что я сделал то же самое без ножа. Да, только вы это сделали. Вот половинку мы солили уже полтора часа. А я прошу за свидетельство. Полтора киви. А я почистила и порезала на нас. Да. Ого, вы почистили его уже? Мы не стали использовать. У нас только один хит, потому что мы все-таки понадеемся, что будет хотя бы твой. У нас три хита. Господи, мне так нравится Мила. Она вообще не принимает никакого участия в каких-то этих обсуждениях, безумных каких-то совершенно диалогах. Она просто глупоответная. Она просто, значит, ананас. Раз, пару баллов. Апельсин. Вот сразу. Слушай, а я даже не заметил, как она успела. Ананаса нет уже. Но самое оригинальное название, Станислав, у нас было, оно претендует, мне кажется, на самое лучшее название группы, какой бы то ни было. Это андростас. А, андростас. Тогда же еще Милы не было. Это был андростас. Милы тогда не было. Слушайте, а мне очень нравится. Ну, если что можно было бы прибавить в конце? Андростасм. Или андромилстас, или милостасандр. Милостасандра. Звучит как, да? То есть люди, которые задумаются создать свою группу, мы можем поделиться с вами этой идеей. Некоторые секреты успеха. Группа и гросло. Зачем Андрей-то кинул салфетку в еду? Хочется спросить. Нет, Андрей, мы не против, как бы мы едим салфетки, это, ну, приветствуется на нашем канале. Просто зачем? Ну, вы могли обсудить это с нами как-то. Я не знаю. Для придачи большей... Пикантности. Калорийность, чисто плотности даже, в некотором роде. Андрей и Стас очень переживали, что им надо срочно начать. Андростас. Андростас переживал, потому что надо срочно начать и закончить. Потому что у вас, что, молодые люди? Потому что у нас футбол на носу. А у вас, ну, хоккей. Нет? Нет, сегодня футбол. То есть вы оба играете в какой-то команде, да? Это любительская или что? Мы оба играем в команде Старко. Это был опять Стасандр, что я не могу сказать. По всю звуку и санкет. Вот, в команде Старко, где тоже играют такие же веселые люди, спортивные, как Рис Кельми, Виктор Зинчук. Ну, это... Замечательные спортсмены. Ну, будущее спортивной России, да. Ну, иногда там играет Влад Топалов. Это тоже другая молодежь. Да, другая молодежь. И даже мы стали чемпионами мира, играя в футбол в команде Старко. Смотрите, какая красота. Вот это да, смотрите. Вот вы просто... Ну, потому что мы разбавили уже. Вот это да. Налили чуть-чуть. Время добавить, молоко. Да, добавляем. Ну, потом задел для этого, как бы, тесто сделал я все равно. То есть вы все-таки приложили руку, да? Потому что... Есть запись даже, я думаю. В любом случае, коллективное творчество. Запись нет, к сожалению. Все не снимается. Стас, продолжай. Да, в том же духе, я вас очень прошу. Хорошая хозяйка все делает на глаз. А Мила хорошая хозяйка. На вкус. На вкус и на глаз. Ну, хочется напомнить про глаз или не будем. А отчего же? Мила очень сильно ударилась дверью от автомобиля три дня назад. Возьмите глазом. Ну что, ну честно не вижу. Поэтому, я думаю, на ее глаз сейчас мерить ничего не надо. Слушайте, ну ужас какой. Ужас. Так что будьте осторожны с дверьми, с автомобилями. А вы сами за рулем были? Вы выходили? Как это все случилось? Да, я выходила и не заметила собственную дверь. А с Милой часто что-то случается. А месяц назад ее сбила машина. Она перелетела через автомобиль. Правда? Вот да, так у меня происходит жизнь. Представляете? Милый человек. А как вы, мужики, а вы куда смотрите? Это добавляет какой-то остроты. Нет, то есть есть у нас не только фанаты, есть люди, которые явно не нравятся творчеству нашей группы. Не больше. Милый творчество. Принципиально Милина. Кстати, как мило появилось в вашей группе? Я знаю, что были кастинги, да? Опять-таки, собственно говоря, кстати, все эти вещи появились. Иначе появилось. Может быть, это было какое-то некое пророчество. Ну, возможно. Ну, как это все было? У нас было как положено нормальному коллективу. Был кастинг. И тысячи девушек приходили. Со всего конца света. Да, светались, светались. С одного из концов света. С одного из концов москвы. Выступали перед нами, пели, показывали свои достоинства, вот, раскрывали свои таланты. И Мила, естественно, выделилась из всех девушек благополучно, разбив себе нос, в общем-то, о дверь, которая вела, в общем-то, в тот зал, где мы там делали... Которая вела в игру сло. Да, да, да. Она заходила перед этим и дверью, я уж не знаю, каким образом только, и одной ведомым, она разбила себе нос, по-моему, да, что-то на лице, или губу она разбила. Нос у меня немножко разбился. Вот, и, соответственно... И теперь он чуть-чуть большой. Красивый нос, ничего вы. Она зашла к нам уже практически со сделанными губами. То есть у вас уже наполовину вот-то... Да, очень сложно было устоять, когда еще и, наконец, в конце, ну, мы обычно в конце спрашивали вокальные данные, потому что всем известно, что Жанна Агузарова у нас уже никто не сравнится по ним. Поэтому искать практически бесполезно. Ну вот. Но когда запела Мила... А что запела Мила? Она запела, например, такую песню. Можно я приду в следующий раз? Я ударилась. Мила. 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 А почему, в принципе, девушка-то понадобилась? Девушка понадобилась, потому что изначально, когда мы записали некоторые песни, у нас звучал женский голос. Плохо, Стас, плохо. Надо еще поработать. А с катушками, с вот этими что-то? Звучал у нас женский голос. Об стенке. Да-да-да, Андреич. И начали пробовать выступать. Андрей, по-моему, нашел благодарного слушателя. Чему вы благодарны? Начали пробовать выступать вдвоем. Андра Стас, собственно говоря. И это смотрелось несколько нелепо, потому что два человека, пусть и таких вот замечательных, как Андра Стас, но нелепо. Припев, голос где-то там звучит. Женский голос звучит, женщины нет. Непорядок. Ну, нам стали поступать вопросы и письма. Письма зрителей. Да. Особо искушенные слушатели, когда мы приезжали только с первыми концертами в города, справедливо подмечали, что на сцене не Алина Кабаева. Это, собственно, наблюдатели. Да, да, они подходили к нам и говорили, вы обманываете, это не она. И на вопрос, кто не она, они отвечали, что это не Алина, не Кабаева, в Абриотина. Мы пришли... Ну, то есть, почему-то люди решили, что песню про Алину Кабаеву, припев этот, потому как в клипе не было девушки вообще... Была только Алина. Обязательно должна была петь Алина. Я, как художник, совершенную пишу картину. Для вас рисую Кабаеву Алину. Съезды загораются надолго в небе И переплетаются, как лента вместе. Маленькая тайна есть у каждого в сердце. Там она танцует за невидимой дверцей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сет, ла-ла-ла, танцуете невидимой двери. Кто из всех тех, о ком вы пели, а на минуточку это, ну, Алина Капаева, да, это уже вошедшая в историю песня, про Юрия Лышкова, про Ксению Собчак, про Анастасию Волочкову, про кого еще? Таких благодарных, как Алина Капаева, больше не было. Ну, я вам скажу. Я сравнила песню про Алину Кабаеву и про Анастасию Волочкову. Ну, все-таки такое впечатление, что Алину Кабаеву любят немножко больше, чем Анастасию Волочкову. Ну, наверное, Алина Кабаева этого и заслуживает больше, чем Анастасию Волочкову. Как бы нельзя... Есть люди, они вот такие. Они вот такие. Нельзя написать про Волочкову, что она вот такая, если она таковой не является. Ну, как бы это будет неправильно. Все по-честному. Хотя там, в общем-то, нормально песню тоже. Не, ну почему так не любят в Москве? А почему? А этот вопрос задаем как раз мы, потому что действительно кто-то не любит в Москве. И мы задаем вопрос, почему не любят Волочкову в Москве? Мы же не говорим, потому что... Причем в тот момент ее не любили конкретные люди, которые об этом заявляли. Ну да. Ну, она обиделась? Или были какие-то вот такие совсем без чувства юмора люди, которые как-то вот так затрясли подбородком, гневно сказали? Неизвестно. Вы даже один раз позвонили ей на радио и специально изменили голос. И сами лично задали ее... То есть, если бы позвонили, у вас бы... Задали ей вопрос. То есть, голос Андерстаса был изменен на голос... Настя, а вот как вы относитесь... Серга Дениса? Пописается, как будто слушатель звонит. Да-да-да. Она прямо на радио сидит. До этого мы отправляли ей диск в офис, и мы совершенно точно знаем, что как бы весь офис слушал эту песню, как бы это чуть ли не было гимном ее офиса. Ну, может быть, они, конечно, когда она заходила к себе в кабинет, они там раз включали там... Да-да. Почему не любят Волочкову в Москве? Вот. И мы задали вопрос. Настя, как вы, вот, группа «Игра слов» записала про вас песню. Как вы относитесь? Она сказала, я не знаю, кто там, в самом деле. То есть, она... Есть такая песня? А, вот так. Ну что, видишь, что все протанцевало. Поэтому, в общем-то, ну, вот такая вот... Мне очень нравится. Андрей очень редко говорит этим голосом, поэтому я так замер. Такой вот у нее подход, видимо, у Анастасии Волочковой. Спасибо вам за вашу программу. Обращайтесь. А Алина Кабаева снималась бесплатно? Алина Кабаева, конечно, снималась бесплатно, потому что эта песня, в общем-то, понравилась. Ей очень понравилась, и, ну, не знаю, не было вообще разговора о никаких деньгах. Угу. Ну, в общем, так... Дело в том, что изначально мы передали... Саму Алину мы не знали, и мы передали песню ее маме. Вот. Мама, в свою очередь, передала песню. Дальше по древу. Папе, папа, Алине... Да, и через несколько лет песня дошла... Так и дошла до адресовка. Ужучка. Алине жучка, в итоге... Поэтому, в конце концов, когда песня нашла свою героиню, вот, она ей очень понравилась, и... Обратно по цепочке информация о том, что она ей очень понравилась... Мне понравилась, пришла еще... До вас дошла. Да, еще через некоторое время нам сообщили, что песня, да, песня признана героиней, что ей нравится, и даже она ее слушает в своей машине. Ну, все. Вот, что, в принципе, уже могло подвести итог нашему творчеству. Вот. Мы добились практически того, чего хотели. Чтобы ваша песня звучала в машине Алины Кабаевой. Конечно. Как венец. Ну, как говорится, первый блин колом. Он даже не то, что вы колом. Слушай, ключом поднимается. Мне кажется, это ядовитый какой-то гриб. Ну, что-то подсыпали. Вообще, есть такое блюдо, оно называется хигинек, на самом деле. Вот оно готовится примерно так. И сегодня у нас получился не блин, а получился хигинек. Совершенно случайно хигинек. Ловко выкрутилось мило. Во вене добавляется немного муки, и получается вот такая лепешка. Мне кажется, вы даже слово такое придумали. Нет, а мне мама в детстве готовила такие вот. Да? Я не подозревала, что у нас сегодня это может получиться. Перемяч. Хигинек. Не знаю, правда, откуда это, что это за... А если я говорю, слушай, хигиняешь. Хигинек. Три оладушки, как и в группе игроков. Мне кажется, Катерину надо обозначить здесь маленьким таким, ну, таким... Чё это? Маленьким блинчиком. Чё, на вас смотрю происходит гетеросексуальность страстно. А вы вот меня... Ложечка, ложечка. Маленьким... Маленьким симпатичным... Дитофонтизным. Маленьким симпатичным, где там фонтизом. По порноблинчикам. Вот, порноблин... Ой, порноблинчик это... Вот, смотрите. Ну я ведь сразу видно, я. Характерный выстав вот этот. А можно изюминку себе ещё туда вставить? Отлично, вот орешек. Не, изюминку лучше. Ну, не знаю, уж ставьте что-нибудь. Изюминка есть в Катерине. Человек, который по образу и подобию будет готовить себе этот завтрак, должен несколько раз подумать. Мы так много говорили про Алину Кабаеву, это было бы странно не спеть. Но дело в том, что я-то не пою, у меня речитатив. Речитатив? Ты, пожалуйста, Андрестас, я очень жду. Фух. Лови в динамике, что я читаю в микрофон, крик толпы, восторженный стон многотысячного зала, где она только блистала. И теперь её фигура на вершине пьедестала, улыбка открыла, белоснежные зубы, восхищаюсь ей, кусаю себе губы, она целует тех, кто на ступени ниже победить в который раз. Алину не вышло, почтенный господин, ей вручает медаль. Высшие пробы, золотая сталь, произведение искусства спортивного жанра, перед вами грация с картиной Леонардо, Рафаэля, Пикассо, Рубенса, неважно. Написать её желал бы мастер каждый. Я как художник совершенную пишу картину, для вас рисую. Кабаеву Алину. Звёзды загораются надолго в небе и переплетаются, как лента, вместе. Маленькая тайна есть у каждого в сердце, там она танцует за невидимой дверцей. Ла-ла-ла-ла-ла в небе, ла-ла-ла-ла-ла вместе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, там она танцует за невидимой дверцей. Так, пока дело не дошло до чего-то. А теперь... Стас, как на вас влияет собственное творчество? Стас, разошёлся, давай кидать в яйца. Разошёл, просто, перешло. Ну, Стас. Вот это теперь фигно, или как он там, замужненько, можно съесть. Ну, как бы да, в принципе, можно. Живописненько. Ну, ладно. Нет, ну это было хорошо, знаете, это было страстно. У нас совершенно неожиданным образом приготовился коктейль. Такие, как на скатерть-самобранке. Всё у нас теперь уже красиво, чинно и благородно. И мы в порыве любви к музыке, друг к другу и к спорту. Не правда ли, Андрей? И к завтракам. Он очень торопится. И к завтракам, да. В общем, в принципе, в порыве любви. Совершенно верно, Катерина. Да, мы... Обратите внимание, как гормонично лежат бананы. Андрюшка, разливай кастырь. Вы на разливе будете. Мы красивенько разложим бленчики. Красота очень нравится. Если честно, выглядит очень аппетитно. Я бы, например, такой коктейль выпил. Причём я... Мне кажется, он очень полезен. Если бы он готовился не полтора часа, как у нас... Пожалуйста, милый. Ты пей первое. Хорошо. Ответай. Давайте чокнемся хоть, что ли. Раз уж собираемся. Пахнет вкусно. Ну, это уже главное. Знакомца за зрителей восьмого канала. Восьмое канала. Ну и чего вы говорили, там землянистый цвет. Ммм. Смотри, она подождала всё-таки, когда мы первое сделаем готовое. Действительно, шикарный коктейль. Не, ну правда, невероятно вкусно. Немножко отдаёт... Шиком. Таким прям шиковым шиком. Лугами Новозеландии. Коктейль можно было бы назвать идеальным, если бы не с коробки от яйца, изредка попадающейся... Да это фишка. Это же и шик. Фишка-шик. Это же фишка-шик. Это ещё одно название. Самое главное, что не пострадала Мила в процессе приготовления. Да и не должна была. А вам, чтобы блинчики не пострадали. Господи, мы будем их пробовать или нет? Мы же только... Давайте набросимся на блинчики. Набрасывайтесь! Андрей, почему не набрасываете? Нет, ну прежде чем мы набросимся на блинчики, я хочу обратиться всё-таки ещё раз к Анастасии Волочковой, что безграничное к тебе доверие утонуло в океане твоего же лицемерия. Вот. И тебе должно быть стыдно, Анастасия, за то, что... Можно я отойду сейчас? Ты вот так вот поступила, как бы... Ну, давайте отойдём сейчас, тихо. Во время того, когда мы тебе звонили. Давайте все отойдём. Не поговорите, говорите. Ну ладно, ладно, давайте напрасывайся. Мне, например, очень понравились последние фотографии Анастасии. А, вот эти самые знаменитые фотографии Анастасии. Да, есть они в коллекции. Ну что, давайте... Налетать? Подытожим. Так и налетать. Давайте налетать. Я лично налетела уже. Давайте. Когда я буду вкушать этот блин, конечно, это будет очень, к сожалению, быстро. Я бы даже сказала... А-а-а! Да вообще, совесть есть вообще! Изжарил мне какую-то фитюрину. Ну что, едим, едим, блин. Не набрасывает. М-м-м. А почему Стас не ест? Нет, я ем почему. Вот и есть. Просто я не показываю это на людях. Моё ж вкусно. Вот это омлета-блин. Я считаю, не надо скрывать. Омлета-лепешка-блин. С изюмом, смотри, я же ещё добавил изюм. Добавляет пикантность. Хорошо, но мало хочется сказать. Мне... С корицей. Я, к сожалению, уже всё. Блины можно было бы назвать идеальными, если бы не попадающиеся изюмом. Яичная скорлупа, которая попала к нам из коктейля. Я всё помню. Яичная скорлупа. Да, видите, они оказались ни на что не похожими. Хорошо, но мало, сказала Катя. Ну, а что Катя должна была ещё сказать? Хорошо, но мало я хочу сказать не только в отношении моего какого-то дефективного блиночка. Ну, что, собственно, заслужило, то мне и подойдёт группа. Горо-май блин. Игрослов. Хорошо, но мало я хочу сказать в отношении общения с этими чудесными ребятами. Андра, Стас и Мила. У меня было с вами хорошо, вкусно, весело и, опять-таки, повторю, мало. И нам с вами очень хорошо. Спасибо. Спасибо вам таких же весёлых программ и передач, как наш. И красивых ведущих. Ну, Андрей, вообще... Таких же красивых, шикарных, блистательных ведущих, как Екатерина. Её замечательный банк. Екатерина и банк. Мы с вами, да. И хотелось бы пожелать всем женщинам нашей страны, чтобы им было хорошо и достаточно. Ой, вернул-таки. Но энергия пусть плещет через край. Да, её всегда должно быть много. В общем, достатка... Это уже для мужчин, Мила добавил. Господи, никогда не закончится. Вы что, не опаздываете на спорт? Я же вам как-то способствую. Приятного аппетита. Всего вам доброго. Группа «Игра слов» на восьмом. И Екатерина с бантом. Желаю вам счастья. Ну, хлопните, Стас. Хлопните. Давайте сделаем это вместе. Давайте вместе это сделаем. Три, два, раз. Андро, Стас. Пока-пока. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!